Показать как надо. Ну вот этот шейхер. Профессионально. От мастерства проектировать объекты к искусству смешивать коктейли. Дарья Бала по специальности архитектор. Но сегодня девушка пробует себя в роли бармена. Рассказывает, в первый день работая за барной стойкой, научилась делать несколько разных напитков. Тут и цветовая гамма играет роль. И вкусовые качества. Здесь творить можно безгранично. Границ вообще никаких нет. Могут такие вот ингредиенты совпадать и сочетаться между собой. Которые, казалось бы, никогда в обычной жизни не смогли бы взаимодействовать. Через пару месяцев учебы и ежедневных тренировок можно уже жонглировать бутылками. И даже устраивать огненное шоу, утверждает бармен со стажем Александр. Он рассказывает девушке о всех тонкостях этой профессии. Нередко, говорит Александр, бармен перевоплощается в химика, физика и психолога. Надо знать основные физические свойства напитков и химические. В том числе, как взаимодействует тот же лимонный сок с белком. Что белок сворачивается в лимонном соке. Это элементарные знания. Элементарные знания. Нельзя добавлять газировку в шейкер, потому что выходят газы, СО2 и расширяется, и шейкер может просто вылететь. Следующим местом практики Дарьи стал дворец бракосочетания. Девушка говорит, работа в официальных учреждениях ее никогда не привлекала. Но в рамках проекта решила рискнуть. Здесь больше документация. Здесь показывают, как происходят бракосочетания, какие тонкости. Например, я узнала, что некоторые люди резервируют место за полгода. И даже некоторые люди уже пришли, зарегистрировались на июнь-июль 2017-го. Для меня это было как-то неожиданно очень. Во дворце бракосочетания говорят, после стажировки некоторых студентов готовы принять на работу. Но есть обязательные условия – наличие юридического образования. Специалист должен уметь общаться с людьми, коммуницировать, быть гибким, быть покладистым, надежным, чтобы человек, придя сюда, получил только положительные эмоции. Желающих принять участие в проекте было много. За пять дней организаторы получили почти 400 заявок. Отобрали только 60 человек. Обращали внимание на достижения, образование и мотивацию участника. Среди 20 предложенных профессий студенты отдавали предпочтение специальностям помощник депутата, работник административного центра и пиар-менеджер. Проект разбавит интересные специальности, разбавит их реально специальностями, на которые людям может быть полезна в жизни, которые могут туда подчеркнуть новые интересы информации, которые реально могут устроиться на работу. У нас цель сделать из участников ретрансляторов, которые бы рассказали про эти непопулярные профессии, всему Харькову. В планах организаторов провести второй сезон проекта «Побудь в моей шкуре». Но в следующий раз количество профессий для стажировки увеличит до 50. Добавят творческие и экономические специальности. Юлия Семененко, Надежда Тофан, Павел Велицкий, Алексей Жучков и Дмитрий Герасимов. Медиагруппа «Объектив».